Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше утреннее вещание. Ну а прежде чем мы встретим наших сегодняшних гостей, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-11, в горах местами 0-5, днем плюс 17-22 тепла, в горах местами до плюс 14. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременная дождь, гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 тепла. Накануне в Черкесске прошел республиканский хореографический конкурс имени Балаенкова, участие в котором приняли более 300 детей со всей республики. Как прошло состязание, какие номера были самыми яркими и, конечно же, кто стал победителем. Давайте узнаем в нашем следующем сюжете. Праздник грации музыки. Прошедший республиканский хореографический конкурс имени Балаенкова стал седьмым по счету. По уже сложившейся традиции детские школы искусств представили свои лучшие номера. Опытная жюри, в число которых вошли мэтры хореографического искусства, оказалась перед непростым выбором – определить лучшего из лучших. Для нас это большой праздник. То, что были у нас трудные времена, как и у всех, это пандемия. И радует то, что дети, они за эти год-два, они не потеряли интерес к искусству. Они такие же трудоспособные и такие же устремленные в хореографии. Поэтому это очень радует, что никакие болезни не сломят нас, хореографов. Каждое выступление участников – повод для волнения и гордости самых преданных зрителей и, конечно же, преподавателей. Именно они репетировали со своими подопечными днями напролет, оттачивая каждое движение. Естественно, дети волнуются. Волнуются не только дети, и руководители тоже волнуются. Если волнения нет, то, скажем, это уже нехорошо, это уже неправильно. Значит, что-то идет не так. Волнуются как-то. Но самое главное – настроить их правильно. Они, в принципе, хоть и немного, но на сцене были уже. И я думаю, справимся. И они справятся. Каждый раз, когда на какие-то конкурсы едешь или на какие-то концерты едешь, ты на других коллективах, когда смотришь, что-то оттуда берешь, что-то. И дети тоже самое. Дети смотрят. И когда уже начинается репетиция, когда дома, и они уже начинаются. А можно вот такие танцы будем делать? Но не обязательно. Там свои, там чужие, эти танцы. И вот так мы берем и начинаем другие танцы работать. В первой номинации «Народный танец» выступали. Девочки собрались. Готовились мы долго к этому конкурсу. Подготовились, я думаю, что успешно. Девочки собрались, выступили. Мы были третьим номером, поэтому растеряться сильно не успевали. Разнообразие представленных номеров поразило бы даже самого искушенного ценителя танцев. На сцене колледжа культуры и искусств можно было увидеть классические, национальные и эстрадные номера, в каждом из которых чувствовалась своя особая энергетика. Сегодня у нас в гостях присутствуют лауреаты первой степени Республиканского хореографического конкурса имени Балаенкова, образцово-хореографический ансамбль «Экспрессия» и его участники Лада Пеляева, Ангелина Шуликина и, конечно же, художественный руководитель Наталья Онищенко. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Хотелось бы поздравить вас с такой уверенной победой. Я думаю, мы об этом еще сегодня поговорим, но я приоткрою небольшую такую тайну. Для наших телезрителей вы стали победителями в семи номинациях из девяти. Соответственно, в связи с этим у меня такой вопрос. Как удалось достичь такого, наверное, умопобрачительного успеха, потому что это серьезная такая заявка на лидерство. Хорошо. Хотелось бы, наверное, все-таки в первую очередь узнать у художественного руководителя. Наталья, какая работа была проведена перед таким серьезным конкурсом? И хочется отметить, что давно у нас в республике не проводилось таких вот масштабных хореографических конкурсов. Как готовились, как все прошло? Довольны ли вы результатом? Спасибо большое за поздравление. Да, действительно, этот конкурс считается в республике профессиональным, поэтому мы активно к нему готовились. Конкурс проходит раз в три года. Ну, это такое мудрое решение. За три года можно наработать и почистить, как говорят хореографы, свой репертуар. И уже представить на суд жюри и зрителям уже чистенькие, готовые такие и достаточно большие произведения. Готовились мы три года, готовились серьезно. Дети у меня активные, трудолюбивые, талантливые. Поэтому с такой командой, конечно, это было сделать. Ну, не говорю, что легко мы много трудились, но это стало возможным. Работали мы серьезно, особенно над сюитами. То есть это большие хореографические произведения. Естественно, работа проходила чуть более сложнее, чуть более объемнее. К конкурсу подошли ответственно. Представили мы девять танцевальных композиций и семь из них получили высшую награду жюри. Конечно, мы очень рады, мы довольны. И принимали зрители нас хорошо. И от жюри были теплые слова. Поэтому большое спасибо. Ну, я думаю, что на этом мы не останавливаемся. Три года впереди мы будем что-то новое придумывать. Ну, дети это мое вдохновение, поэтому я всегда уверена, что у нас все получится. Хотелось бы поподробнее узнать, в каких номинациях были представлены номера и, собственно, в каких номинациях вы победили. Были представлены наши номера в основном в народной хореографии. Мы базируемся именно это для нас направление самое, так скажем, любимое. И было представлено еще у нас в эстрадном направлении, значит, новый танец. Что могу сказать? Дети задачу выполнили. Конечно, это были скоростные переодевания. Это были за 6 минут перевоплощения с одного образа в другой. То есть я... Да, я была на конкурсе, я вас встречала там и видела, как вы были на суете, скажем так. Да, ну, то есть это нужно было действительно не только переодеться в новый костюм, но, естественно, это аксессуары, да, это цветы, это другая обувь, потому что мы не только в русском танце, да, себя проявляем, но и в танцах народов мира, поэтому там совсем все по-другому. Вот первый танец у нас был «Некрасовские казачки настроения», там даже лапти у нас, да, присутствовали, поэтому там фартуки, подъюбники, ну, то есть только вот таких мелких элементов в руках, там платочек, да. Да, и нужно еще было и создать образ, то есть перейти с одного момента на другой, и детям это удалось, за что я их, конечно, благодарю, но для меня это подвиг, то есть они большие молодцы. Девочки, ну вы как непосредственные участницы, и, конечно же, внесли свой вклад в победу, но расскажите, как проходил сам конкурс, волнительно ли это было, или, в принципе, вот эти многодневные тренировки многомесячные, да, вот эти, они вас подготовили, вы морально были готовы ко всему этому? Конечно, перед выступлениями всегда страшно, сколько бы ты ни занимался, сколько бы ты ни готовился, всегда есть какое-то волнение. Но из-за того, что мы переодевались очень быстро, все это прошло очень быстро, и даже не успевали волноваться. То есть все это вытесняет, да? А если не секрет, как давно, Ангелина, ты занимаешься танцами? Я занимаюсь уже 9 лет хореографией. Такой срок. Из представленных номеров в каких, в скольких, я бы сказала, вот ты лично принимала участие? Я танцевала из 9-7 танцев. Влада, а что касательно тебя, твой любимый номер? Мне больше всего нравится цыганский. Там, наверное, образ какой-то яркий. Да. Когда вот исполняете танцы народов мира, как ты считаешь, можно ли сквозь танец понять, не знаю, суть, характер людей другой национальности? Как ты считаешь? Конечно, можно, да. А что отражается в танце в первую очередь? Место, где они живут, отражается в костюмах, в цвете, в их фасоне. Ну, цыганские танцы, наверное, яркие, да, я так понимаю, костюмы были наверняка очень яркие. Прежде всего, музыка, наверное, конечно же, музыка. То есть она совершенно отличная у каждого народа, звучат разные инструменты. Ну и, конечно, хореография, она тоже отличается. Вот, и поэтому где-то вот углубиться в какие-то такие моменты, это очень приятно и полезно, и здорово. У меня в связи с этим вопрос, Наталья, скажите, вот вы говорите о том, что показываете танцы народов мира. А где вы черпаете вот эти знания и тоже вдохновение, чтобы воплотить эти идеи в жизнь? Это же все-таки нужно знать хотя бы поверхность на чужую культуру, да, и танцы в том числе. Ну, естественно, вдохновение черпаю из музыки в основном, да. Ну и какой-то образ, если вдруг возник, и вокруг него хочется, ну, что-то воплотить именно на сцене с точки зрения хореографии. Но мне повезло в том плане, что я сама занималась в профессиональном коллективе в городе Таганроге. И у нас действительно вот эта любовь к народному танцу была взрослена, наверное, нашими педагогами. И у нас ансамбль действительно, и тогда еще мы танцевали танцы народов мира. Это было еще СССР, это было еще 15 республик, 15 сестер, поэтому каждая из национальностей... Вы хорошо были знакомы, да? Ну, и мы, конечно, пошли дальше, потому что мировая культура такой кладезь красоты, мудрости и счастья, что, в принципе, обойти это невозможно. Но это мне по душе еще с детства, и поэтому я постаралась как-то и в своем коллективе это не просто внедрить, а как-то, ну, чтобы детки полюбили. Я вот сама присутствовала на конкурсе и видела вот эти костюмы. Это действительно отдельной похвалы стоит. Вот хотелось бы узнать, как формируется костюм у вас, кто занимается вообще пошивом этих костюмов? Потому что, ну, действительно, они впечатляют, и, я думаю, немалую роль в оценке они играют, когда вот в общем смотрят и жюри, и зрители наверняка. Да, конечно, костюм играет большую роль в создании, да, общего образа, вот целостной картины такой. Ну, мне опять несказанно повезло, мне везет с детками, мне везет с родителями, мне везет и с человеком, который занимается пошивом костюмов. То есть я могу с уверенностью сказать, что это художник-модельер, художник по костюмам, это Межуева Надежда Николаевна, она живет в нашей станице Зеленчукской. То есть это талантливейший человек, у нее фантазия, у нее чувство стиля, и поэтому мы очень рады, что она с нами сотрудничает, и вот мы можем такую красоту потом явить на сцене. Ей огромная благодарность за это. Наталья Петровна, у меня вопрос такой, с детьми работать, вот вы сказали, что больше 15 лет, да, если не ошибаюсь? 17 лет. Вот вы работаете с детьми уже 17 лет, где вы находите терпение, скажем так, на работу с детьми? Все-таки это непростой труд, ну, кто бы что бы ни говорил, со взрослым человеком как-то, наверное, проще поработать, чем с детьми. Их же нужно постоянно как-то заинтересовать, смотивировать, чтобы они пришли на тренировки, как у вас. Да, обязательно. В этом трудность некая есть, потому что дети заняты, естественно, и в школах, то есть у них есть какие-то планы на будущее, они хотят поступать, они хотят организовать свою взрослую жизнь каким-то образом. Понятно, что когда на репетиции у нас собран весь состав, то и вдохновение, оно прям хлещется из тебя, если приходят какие-то есть нюансы, да, то, ну, приходится с этим в любом случае мириться. Трудность заключается только в том, чтобы вот, ну, собрать их в кучку, так скажем. А в остальном, в принципе, у нас все хорошо, у нас все здорово, у нас творческая атмосфера всегда. Естественно, начинаем с разминки, так как мы школа искусств и любой, считающий себя профессионалом, руководитель, естественно, это базируется на классическом танце. Вот, а что такое балет, мы можем, ну, представление об этом иметь, это огромный труд, но тело танцора без классического танца не приобретает необходимую выносливость, необходимую техническую базу. И в то же время вот эта мелодичность, артистизм, движение руки, да, пластичность, повороты головы, это все достигается только классическим танцем. Вот здесь, когда рутинный труд начинается, естественно, детей все время приходится как-то в этом плане настраивать, что это необходимо для того, чтобы на сцене показывать, ну, профессионально себя. Здесь, наверное, и характер формируется, да, проявляется, скажем так. Обязательно, да, и характер, дисциплина, да, поднял ножку и держи, держи, а потом еще чуть-чуть, и тогда только опускаем, и ничего у нас не падает. Конечно, это и характер, и я им очень благодарна за это, но нюансы, естественно, есть, это же жизнь, там обстоятельства бывают всякие сложные. Ну, вот за три года, несмотря на то, что мы попали вот это именно группа и в пандемию, и в какие-то еще такие моменты, но мы смогли сохранить свое творчество, мы смогли как-то сплотиться, и потом за вот эти два активных года вот все мы это почистили, все это мы поправили, все это мы восстановили. Ну, классический танец – это сложная часть момента. Вот народная хореография нравится больше, потому что там звучит баян, я хочу концертмейстера своего поблагодарить, Трофименко Николая Николаевича. Это все бодро, весело, профессионально и на вдохновении, поэтому там чуть-чуть активно вот проходит. Ну, а когда уже этюдная работа начинается, то есть мы из комбинации собираем небольшие этюды, потом их собираем в большие произведения, потом мы разрабатываем костюмы, конечно, я показываю, девчонки обсуждаем, да, какой цвет больше нравится, где там как-то, потом там цветы покупаем или еще какие-то моменты. Ну, и потом начинается творчество, но без технических моментов, конечно, тоже. Ну, это, наверное, как и в любом деле, все равно какая-то база, она должна быть, которую, как человек. Сейчас вы одержали победу, это действительно серьезное такое достижение, 7 первых мест из 9 взять. А какие планы на ближайшее будущее? Вот сейчас вы победили на республиканском уровне, а дальше планируются ли какие-то другие выступления или конкурсы в ближайшее время, может быть? Ну, у нас еще есть один республиканский конкурс «Магия танцев», в котором тоже мы собираемся принимать участие. Также вот второй год уже проходит в Карачаево-Черкесии конкурс «Сказочный Домбай». Мы туда хотим тоже повезти свои хореографические произведения. То есть, и вот, ну, пока это все по республике, потому что выпускники в этом году, то есть на нашем хореографическом отделении 8 выпускников, то есть из 12 старших девочек 8 выпускается в этом году. Конечно, им предстоят экзамены, я желаю всем успехов, желаю вообще спокойствия, чтобы все это было очень гармонично и слаженно. Поэтому пока выездных мы мероприятий не намечаем, но у нас еще вот в школе искусств у нас еще будет отчетный концерт. В конце года показывается работа и не только хореографического отделения, а других отделений нашей школы искусств Лира. И поэтому у нас еще предстоит и отчетный концерт. Ну, то есть работы много. Работы есть, да. Ну и, естественно, праздники те, которые отмечает вся наша великая страна. Да, мы в них участвуем. Будете принимать участие, да. Ну, в завершении нашей беседы мне хотелось бы задать такой вопрос, который, наверное, интересует очень многих. И родителей, и людей, в принципе, да, которые хотят привезти своих детей на танцы. Как вы считаете, можно ли сразу увидеть в ребенке талант или хорошего танцора можно сделать, в принципе, из любого? Как вы считаете? Профессионала при его желании можно сделать из любого человека. То есть нельзя научить, мы знаем, но можно научиться. Поэтому если человек хочет этому научиться, если к этой вот именно деятельности лежит у ребенка душа, то, в принципе, получится у любого. Ну, там просто можно найти свой только стиль, да, в чем ты себя лучше чувствуешь, да, в каком направлении хореографии. Но когда это, ну, будем так говорить, прям заложено уже богом, то есть вот эта искра видна сразу. Да, и это уже мы говорим о таланте. Вот талант виден сразу. Ну, а профессиональные вещи, конечно, можно их воспитать. Но когда профессионал сочетается еще и с талантом, то вот отсюда происходит вот... Величие, скорее всего, да? Да, гениальные вещи, и гениальные хореографы, и гениальные танцоры, чем наша Россия очень богата. Что ж, на этой позитивной ноте хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю беседу. И я хочу еще раз поздравить вас с такой серьезной победой. И желаю вам успехов на предстоящих выступлениях, конкурсах, смотрах. И чтобы ваш коллектив только развивался и достигал новых каких-то вершин. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и отличного продолжения дня. Продолжение следует...